Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Курт Зелегман, швейцарско-американский художник, сюрреалист, график и писатель. Родился в еврейской семье торговца мебели 20 июля 1900 года. Отдаленная родственница матери будущего художника была известная меценатка Пегги Гугенхейм. Еще будучи учеником гимназии, Зелегман подрабатывает в типографии клористов, занимается живописью, берет частные уроки рисования. Поступает в Цюрихе в школу изящных искусств, знакомится с Пиром Куртионом, позднее известным как поэт и историк культуры. Узи дружбы этих молодых людей к тех пор связывали всю жизнь. Другим однокашником Зелегманов в этой школе был Альберто Джакометти. В 1920 году Зелегман оставляет искусство, надо было принимать участие в отцовской торговле мебели. Это продолжается 7 лет, до 1927 года. В 1928 художник уезжает во Флоренцию, поступает в Академию художеств. Но в конце этого же года, после тяжелого отравления, вынужден был возвратиться в базу. Приезжает в Париж, посещает различные художественные школы, с тем, чтобы узнать побольше о современных направлениях искусства. Посещает выставку Ганса Арпа и Макса Эрнста. Оба выставки открыли для молодого художника сервалистическое искусство. В 1938 он поступает в Академию Модерна в класс Фернандо Леже. Однако вскоре ее покидает. Я цитирую Википедию. В 1930 году Зелегман пытается выработать свой стиль на основе кубизма. Организует первую свою персональную выставку в салоне независимых. Становится членом авангардистской группы «Абстракция творчества». Совместно с японским мастером Таро Акамото пытается прокламировать такое художественное течение, как неоконкретизм. Работа Зелегмана выставляется в Парижской галерее Жанны Буши. В новом Базельском художественном музее многочисленные выставки, работ во Франции, Англии, Италии, Париже. А уже в 1934 году Зелегман был принят Андре Бретоном в ряды сюрреалистического движения. Женится на Орле Параф, племяннице крупного торговца произведения искусства Жоржа Вильденштейна. Свидетельным на свадьбе выступают Макс Эрнс и Ганс Ар. Молодожены отправились в шестимесячное свадебное путешествие через США на Таити, через Австралию, в Шанхай, в Токио, где отец Старо Акамото организовал выставку, созданную во время этого путешествия, работ Зелегмана в респектабленной галерее Мицикоси, вызвавшей огромный интерес среди японской художественной общественности. На состоявшейся в 1938 году международной сюрреалистической выставке представлены 13 работ Зелегмана. И он был третьим по значению среди представленных художников после Мироя и Эрнста. В 1938 году Зелегманы совершили путешествие по Канаде и Аляске. Зелегман провел ряд исследований тотемного культа среди индейцев Тихоакенского побережья. За эти работы художник был удостоен почетного диплома парижского общества американистей. Сразу после начала Второй мировой войны, на второй день буквально семья Зелегманов морским путем покинула Францию и прибыла в Нью-Йорк. В Штатах он проводит несколько выставок, преподает графическое искусство в Нью-Йорке. В мае 1940 года Зелегманы, обладавшие крупным состоянием, получают американское гражданство. В Америке отношения между Бретоном и Зелегманом испортились. Произошел окончательный разрыв. Зелегман занимается оккультными науками. В 1948 году выходит его книга об истории оккультной иконографии. Через некоторое время возвращается в Париж. В Америке открывается выставка его работ, 22 картины, 4 рисунка. Встречается с художниками. Но отношения между успешным художником и мигрантом, пересидевшим в войну США, и его хребнушими горе и преследования европейскими коллегами не сложились. Зелегман возвращается в Нью-Йорк, причисляя себя с тех пор представителем Нью-Йоркской школы живописи. Живет на своей ферме «Шугарлоуф». Его работы неоднократно выставлялись в различных музеях, картинных галереях США, Нью-Йорке, Миннеаполисе, ну и так далее. Кстати, одну из его работ в 1961 году приобрел в Музее Американского искусства Уикли. Скончался Зелегман вследствие самострела из ружья, когда он выходил в сад для того, чтобы пострелять грызунов. Поскользнувшись на лестнице, он упал так неудачно, что ружье выстрелило ему в голову над правым глазом. Но, впрочем, некоторые современники рассматривали этот несчастный случай как тщательно намаскированное самоубийство. Скончался 2 января 1962 года в возрасте 61 года. Ну вот и все. Так кратко о швейцарском американском художнике-фюреалисте, графике и писателе Курте Зелегмане. Все, пока-пока. Смотрим картину. До свидания.